Всем привет! Меня зовут Николаев Александр. Я выпускник ГИТСа в мастерской Сергея Васильевича Женовача. Сейчас работаю в Театре Студия Театрального Искусства под руководством Сергея Васильевича Женовача. Работаю актером. Также работаю на проекте NUKIDS педагогом по актерскому мастерству и педагогом по сценической речи. Сейчас проходят отборочные туры на летний проект NUKIDS 2020. И для участников отборочных туров, и для будущих участников проекта я хочу показать речевую разминку. Потому что во время проекта мы будем часто заниматься речью, потому что в итоге проекта должен выйти, получиться мюзикл, где актеры разговаривают. А чтобы зрители понимали, о чем они говорят, они должны говорить четко и понятно. Для этого нужно разминаться, нужно разминать свой речевой аппарат, нужно разминать тело. И так как есть время, мы все сидим дома, то можно этим заняться, чтобы летом это так легко размять. И все, и всем быть готовым к мюзиклу, к проекту. Итак, для речевой разминки нам потребуется размять не только связки, роковую полость, а нам еще нужно размять все тело, потому что актер говорит всем телом. Поэтому мы начинаем с разминки тела. Итак, нужно сначала потянуть шею. Без резких движений. Я просто показываю положение, а вы должны это проработать самостоятельно. Размять шею. Размять нужно руки. Привести в тонус все мышцы. Назад, вперед. Локти. Кисти. Потом грудь надо размять. Я просто показываю, что делать. Делайте это больше, чем я. Ставьте на паузу. Размяли. Теперь таз. В обратную сторону. Ноги обязательно потяните. Ну вот, проработайте это все более тщательно, чем я. В конце разминки тела нужно напрячь все свое тело до предела. Прямо до максимального предела. И продержать это как можно дольше. А потом медленно расслабить его. Например. И расслабляем. Вы должны почувствовать каждую клеточку. Еще раз. И расслабляем. Ну вот, тело наше размято. Тело размято. Сбросьте все. Все напряжение сбросьте. Итак, сейчас мы переходим к разминке дыхательного аппарата. Самое лучшее упражнение для разминки дыхательного аппарата – это стрельниковская гимнастика. Итак, сейчас покажу, что нам нужно сделать. Мы встаем, ноги на ширине плеч. Ноги на ширине плеч. Да? Стопы смотрят прямо. Вот. Теперь берем руки вот так на уровне плеч. Вот у нас прямой угол получается. И нам нужно делать вот такие движения, такие скрутки. И при этом нам нужно на правой ноге приседать, а левую ногу поднимать вот так. Вот так. Вот так. И это еще не все. И при этом на каждое движение нужно делать резкий вдох носом. Носом. Вот. Понятно? Вот смотрите, как это будет выглядеть. Это нам нужно сделать 16 раз. Давайте сделаем вместе. Итак, поехали. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, пятнадцать, шестнадцать. Есть. Сделали. Следующее, что мы делаем, восстанавливаем дыхание и делаем сбросы. Левая коленка, правый локоть. И резкий выдох ртом. Раз 10-16 тоже. Следующее, нам нужно восстановить дыхание после сброса. Делаем вот такую штуку. Ставим чуть-чуть шире плеч, ноги. Стопы также прямо. Ставим руки вот так. И делаем резкий вдох носом в живот. И потом выдох долгий. Как это будет выглядеть? Держим в кулачках сначала и потом раскрываем руки. Долгий, долгий, долгий выдох. Еще раз. Еще раз. Так. Теперь следующее упражнение по стрельниковской гимнастике. Кошечки. У нас скручивание в одну сторону, в другую. При этом стопы смотрят прямо в одну сторону, в другую. А руками делаем как кошечки. А вот так. И так тоже нужно сделать 16 раз. Делаем вместе. Итак, поехали. Стоп. При этом нужно обязательно приседать. В коленах приседать. Итак, поехали. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, семь, восемь. Есть, сделали. Делаем сбросы. Знакомое упражнение уже. Забор воздуха. По возможности делайте по два раза по 16 вот таких. И тоже два раза по 16 вот таких скручиваний. Итак, стрельниковскую гимнастику мы сделали. Но это еще не все упражнения на дыхательную нашу систему. Сейчас мы будем тренировать теплый выдох. Упражнение называется тоже кошечка. Итак, теплый выдох. Что такое теплый выдох? Подставим ладошку. Если тепло, то это теплый выдох. А если мы вот так будем дуть, это холодный выдох. Итак, сейчас теплый выдох. Что нам нужно сделать? Нам нужно провести теплым выдохом от плеча до кисти. При этом всем телом проследовать за этим выдохом. Не рукой вот так, а телом. Именно телом. Сделаем на одну сторону 8 раз. Делаем на другую сторону. Тоже 8 раз. Следующее. Холодным выдохом нам нужно провести от груди до ног. Делаем. И вот так выгибаемся. И еще раз. И выгибаемся. Тоже делаем на правую ногу 8 раз. На левую ногу 8 раз. Делайте это максимально плавно, чтобы весь выдох чувствовать через все тело. Через все тело. Это должны быть не только губы. Все тело дышит. И сейчас последнее упражнение на дыхательную систему. Мы берем стул. Берем стул. Садимся на стул. Садимся. Нам нужно сделать быстрый забор воздуха носом. И на выдохе обойти стул. Например. И сели. Это нужно делать плавно. И сделать нужно тоже раз 8. При этом все медленнее и медленнее обходя стул. Сначала можно быстро обойти, а потом медленно, медленно, медленно. Итак, мы сделали упражнение на дыхательную систему. Дальше мы идем к раззвучке. Нам нужно раззвучать все тело. Звучать мы будем на буквы. Сначала возьмем букву М. У нас закрыты губы. Вот, закрыт рот. И звук М. М. Держа этот звук, нужно простучать все тело. Например. Простучать, прям простучать все, все тело. Абсолютно все тело. Ноги обязательно. Ноги простучать. При этом держать закрытый звук. Простучать спинку. Обязательно, чтобы звук был везде абсолютно. Попу простучать. Держим звук. Переходим на лицо. Лицо стучать сильно не надо. Просто вот так тут. Небольшой массаж. Потом нос. Вот так. Мочим, мочим. Все, простукиваем. Простукали. Ну, а сделаем. И потом из звука М, из буквы М, мы выходим в звук О. И визуализируем его жестами. То есть нам нужно О округлить. И у нас, смотрите, правая нога выходит вперед, левая нога назад. И мы делаем О. И сейчас я покажу, как визуализировать каждый звук. И мы делаем это плавно, не переставая звучать. Например. О-У-И-Ю-Ю-Щ-Ю-Ю-Щ-Ю. И так нужно поделать, пока все не разлучится, не разлучится. Мы делаем так. Потом, чтобы разлучать еще, нужно закрыть ладошкой нос и рот закрываем вот так и делать словосочетание амбаба вот потом мы открываем руку и говорим амбаба 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 закрываем ладошкой рот открываем амбаба 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 теперь ставим ладошку между губами амбаба 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 и без встаем к стенке к стенке встаем к стенке лицом и ставим вот такую вот штуку к стенке вот такую и также звучим каждую букву о а у и и вот так звучит только в стенке например позвучали некоторое время у стенки а и развернулись и прозвучали всю комнату обратно вернулись к стенке другую букву а и обратно стенку вас должна вибрировать прямо от звука и и развернули и так по каждой буквы прошлись дальше когда мы прозвучали все 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 следующее упражнение очень интересное у вас в комнате есть очень много предметов предметы 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 нам нужно звуком накрыть эти предметы при этом не сходя с места вот у меня например справа стоит полочка и я звучу чуть-чуть присели я звучу о я накрываю о накрыл на звук а накрываю лавку который стоит слева накрыл и так накрыть предметов 5 из-за этого звук становится намного шире объемнее и больше и так разминка речевая и так развучка на этом заканчивается при этом сделайте все довольно подробно плавно пока все не завибрируют нос не завибрируют губы не завибрируют все тело пока не будет издавать звук и так дальше у нас мы будем разминать артикуляцию артикуляция нам нужно чтобы четко говорить все слова чтобы проработать губы язык небо все чтобы мы говорили и нас понимали нас слышали и все было хорошо и так артикуляция возьмем кружок из пальцев кружок и поставим туда губы поставили и в этом положении нужно сказать четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж лучше запишите себе смотрите как то были 4 черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж дальше чрезвычайно четко чрезвычайно чисто чрезвычайно четко чрезвычайно чисто еще раз это нужно повторить только быстрее 4 черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж чрезвычайно четко чрезвычайно чисто Повторили быстро И теперь убираем этот кружок И уже говорим вот так Четыре черненьких чумазеньких чертенка Чертили черными чернилами чертеж При этом нужно положение губ сохранять Как оно было вот здесь Только уже без пальцев нужно сохранять это положение И проговорить это Тоже проговорите с пальцами раза 3-4 И без пальцев тоже раза 3-4 При этом ускоряясь Зажимаем правую сторону губ И проговорим Пополи летают бабочки-бабочки-бабочки-бабочки-бабочки-бабочки-бабочки Пополи летают бабочки-бабочки-бабочки-бабочки-бабочки-бабочки-бабочки Убираем руку и проговорим Пополи летают бабочки-бабочки-бабочки-бабочки-бабочки-бабочки Зажимаем в другую сторону Пополи летают бабочки-бабочки-бабочки-бабочки-бабочки-бабочки-бабочки Убираем По полю летают бабочки-бабочки-бабочки-бабочки-бабочки-бабочки. Зажимаем две. По полю летают бабочки-бабочки-бабочки-бабочки-бабочки-бабочки-бабочки. По полю летают бабочки-бабочки-бабочки-бабочки-бабочки-бабочки. Тоже сделайте по три раза зажав, три раза без руки, три раза зажав без руки, три раза так и без руки, при этом тоже ускоряясь. Но это все нужно говорить четко. Зажимаем теперь правой рукой нижнюю губу, левой рукой верхнюю. И говорим такое словосочетание ВЗВИ, и при этом меняй гласную. ВЗВИ, ВЗВЭ, ВЗВА, ВЗВО, ВЗВУ, ВЗВЫ. Порядок гласных у нас такой И, Э, А, О, У, И. Сделаем. И теперь без руки. ВЗВИ, ВЗВЭ, ВЗВА, ВЗВО, ВЗВУ, ВЗВЫ. Теперь делаем ДАБЛ ВЗВИ, т.е. два раза ВЗВИ. ВЗВИ, ВЗВИ, ВЗВЭ, ВЗВА, 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 при этом до конца ВЗВУ, ВЗВУ, ВЗВЫ, ВЗВЫ. И теперь убираем руки и говорим взви-взви, взве-взве-взва-взва. Тоже сделайте это три раза так, просто взви, три раза без руки, взви-взви три раза, три раза без рук. Сделали. Следующее. Нужно языком коснуться нёба, коснулись при этом, раскрыв рот, и проговаривать словосочетание КАГА. КАГА, КАГА, КАГА. Сделали это раз шесть. И теперь убираем язык и говорим КАГА, 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 КАГА. Тоже раз шесть. Теперь точно такое же положение, язык нёбу, кончик языка, и проговариваем ОКОЛОКОЛА, КОЛОКОЛА, ОКОКОА, КАКОА. Убираем язык ОКОЛОКОЛА, КОЛОКОЛА, и также ОКОЛОВОРОТ, КОЛОВОРОТ, ОКОЛОВОРОТ, ОКОЛОВОРОТ, КОЛОВОРОТ. Тоже сделать по три раза на каждое положение. Это нам позволит увеличить пространство внутри рта, чтобы звук был объёмнее. Сейчас нам нужно сделать кончик языка должен смотреть в сторону глотки, в сторону горла. Ну, этого я показать вам не могу. Вот. И закрывая губы, нужно сказать АГА, 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 АГА. Четыре раза. Теперь раскрываем и говорим АГА. АГА, 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 АГА. Так тоже нужно сделать четыре раза закрыто, четыре раза открыто и ещё повторить этот раз четыре. А сейчас мы соединим дыхание, развучку и артикуляцию в одно упражнение, чтобы проверить, что мы там наработали. Для этого нам нужен будет стул. Мы садимся на стул. Делаем забор дыхания, как делали. И нам нужно обойти стул, при этом проговорив... Тридцать три корабля лавировали, 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 лавировали... И сколько нам хватает дыхания? Вот, например, покажу. 33 корабля лавировали, 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 лавировали Вот я и сел Вот Тоже нужно сделать это раз пять И чтобы четко лавировали, лавировали Чтобы это было слышно При этом не делать еще один забор дыхания во время того Это все на одном дыхании, на одном выдохе Итак, мы сделали разминку всего тела Мы сделали развучку, мы сделали упражнение на дыхание, мы сделали упражнение на артикуляцию, мы соединили все это. Теперь мы будем делать упражнение на высоту звука, будем тренировать высоту нашего звука. Потому что мы можем говорить высоко, а мы можем говорить очень низко, а можем говорить в нормальном тембре. И это нужно тоже разминать. Итак, упражнение. Для каждой высоты у нас есть свой звук, свое словосочетание и свое движение. Запоминайте их, записывайте куда-нибудь. Ки, ки, ки. Это самый высокий звук, самое высокое словосочетание. И рукой мы делаем вот так. И при этом приседаем. Ки. Дальше. Ми, ми, ми. Как глазками моргаем. Ми, ми. Следующий, чуть пониже звук. Да, 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 да. Потом. Ба, 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 ба. Потом. Ма, ма, ма. Следующий уже ниже. Шо, шо. Следующий самый низкий звук. Зу, 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 зу. Руки у нас на коленочках, коленочки по кругу. Зу. И теперь нам нужно это сделать снизу вверх. Зу, шо, ма, ба, да, ми, ки. Нам нужно сделать снизу вверх, сверху вниз, где-то раз, два, раз, два, раз, два. Три раза. А потом делайте это, например, в разнобой. Ки. Зу, ма, зу, шо, ки. Ми, ба, ма, да, 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 шо, зу, ки. И играйте с этими звуками. Главное не теряться. Главное не теряться. И потом ускоряйтесь, ускоряйтесь, ускоряйтесь. После того, как вы это сделали, сбросьте все, сбросьте, сбросьте, попрыгайте на месте. Ну вот, мы сделали упражнение на высоту звука. Итак, вот мы сделали такую коротенькую разминочку. Мы раззвучали все, все размяли, высоту размяли, тело все простучали, дыхание размяли. И теперь нам нужно это все проверить. Для этого есть скороговорки. Вот. И у меня есть небольшое задание к вам. Вам нужно выучить четыре скороговорки. Кто еще не скинул свою отборочную заявку, убедительная просьба записать эти скороговорки в заявке, в конце заявки, после вашей чтецкой программы. Те, кто уже записали свою заявку, можете тоже снять и скинуть. Но летом это все будет проверяться у тех, кто прошел на проект. Итак, записывайте скороговорки. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа, была тупа. Что нужно сделать? Нужно прочитать ее медленно, наизусть, а потом быстро ее прочитать. Следующая скороговорка. В шалаше шуршит шелками желтый дервиш из-за лжира, и, жонглируя ножами, штуку кушает инжира. Услышали тоже медленно и быстро. Следующая. У осы не усы и не усище, а усики. Тоже быстро. Сначала медленно, потом быстро. Следующая. Тоже медленно и быстро это проговорить. Но главное, чтобы все было четко и все было понятно. А следующее задание, оно творческое. Если нужна помощь родителей, попросите родителей, либо сами сделайте. Вот такое задание. Нужно придумать историю на 3-4 предложения, где будет преобладать какая-нибудь согласная. И прочитать. Ну вот, например, последняя скороговорка. На мили мы лениво налимо ловили. Тут акцент сделан на М и Л. Вот я вам тоже предлагаю взять какую-нибудь букву Б или К и придумать какую-то историю на 3-4 предложения, где будет преобладать эта буква. Например, на К. Коля кушал красиво, как мы. Например. Но это я сейчас быстро от головы. Вот нужно какую-то прикольную, я не знаю, грустную, какую-то историю сочинить на 3-4 предложения и записать ее. Либо летом я проверю это. Вот. Всем спасибо. На этом речевая разминка закончена. Занимайтесь спортом. Занимайтесь речью. Занимайтесь танцами. Читайте, делайте домашние задания. И отдыхайте. И следите за здоровьем. Всех пока. Всех целую.